Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня в ремонте очень занятное устройство с громким названием Power Station или электростанция. Это можно сказать мощный пауэрбанк на 220 вольт. Его прислал один из подписчиков канала. Проблема? Аппарат перестал выдавать 220 вольт. Дефект проявился после хлопка, который произошел где-то внутри станции. Сейчас она никак не реагирует на переключение тумблеров. Комплектное зарядное устройство выдает 12 вольт. Это номинал. При подключении к станции зеленый индикатор зарядного гаснет. Проверяю, держит ли зарядка нагрузку. Для этого подключаю ее к своей самодельной электронно-резистивной нагрузке. Зарядная держит ток чуть менее 4 ампер. Конечно, это меньше заявленных 6 ампер, но для зарядки этой станции должно хватать. При подключении вместо зарядки лабораторного блока питания, ток зашкаливает за 8 ампер при около нулевом напряжении. Это говорит о наличии короткого замыкания как минимум по цепи разъема для зарядного устройства. Для того, чтобы определить, что случилось с этой электростанцией, придется ее разобрать. Заодно ознакомимся с конструкцией этого чудо-устройства. Но перед этим, дорогие друзья, не у всех сервисных центров есть собственный склад запчастей, а у домашних ремонтеров и тем более. Заказы из-за рубежа могут идти месяцами, огорчив в итоге плохим качеством и потерей времени. Настоящим спасением от подобных проблем станет компания Axiom. Почему именно Axiom? Все просто. Отправка в день заказа. Доставка в любую точку России до 5 дней. Простая система оплаты и скидок. Запчасти от заводов-производителей. Гарантия на весь товар 90 дней. Помощь при выборе и покупке. Тысячи постоянных клиентов. 13 лет на рынке. Используй промокод Ремонтер и получи скидку на свой заказ уже сейчас. Все ссылки в описании. Возвращаемся к нашей электростанции. Разбираю корпус. Для этого необходимо выкрутить несколько винтов и снять переднюю панель. Внутри располагается батарея. Она занимает большую часть свободного пространства, а также три платы электроники. Также обнаружил здесь послание от подписчика. Пакетик с запчастями, которые могут нам пригодиться в ходе этого ремонта. Что ж, будем иметь это в виду. Ну а я начинаю осмотр состояния внутренних компонентов. Заметил, что один из проводов батареи отключен от платы. Отключаю второй провод. Напряжение на батарее ровно 12 вольт. Она заряжена. Нагрузку держит. Думаю, что батарея исправна. Нужно смотреть в сторону платы, к которой она подключается. Плата представляет из себя преобразователь напряжения 12-220 вольт. Это какое-то универсальное решение. К ней подключается батарея, провода от разъема зарядки и провода от индикатора уровня заряда батареи. Причем все подключается в параллель. На проводах имеются ошметки, останки от конденсатора. Очевидно, что он их лопнул. Но странно, что на плате не осталось его выводов. Возможно, подписчик уже сам их извлек. Номинал конденсатора 2200 мкФ на 16 вольт. Конечно, 16 вольт будет маловато. Лучше ставить кондерчик минимум на 25, чтобы он больше не хлопнул. Проверяю, что тут на контактах для батареи. Вполне ожидаемо здесь короткое замыкание. Ожидаемое, потому что разъем зарядки подключается сюда напрямую. А на нем, как мы уже выяснили ранее, тоже было короткое замыкание. Что ж, нужно изучать плату преобразователя более детально. Для этого выкручиваю винты и извлекаю ее. На радиаторе закреплены несколько силовых элементов. Очевидно, что это мосфеты, если подразумевать, что преобразователь выполнен по одной из типовых схем. Мосфеты включены в цепь так, что при пробитии одного из них по входу появится короткое замыкание. Так что стоит проверять их в первую очередь. На одном мосфете короткое замыкание между всеми выводами. На втором только между двумя. Скорее всего он исправен. Чтобы точно выявить неисправные компоненты, нужно их выпаять и проверять уже вне электрической цепи. При выкручивании винтов прижимной пластины выяснилось, что они были вообще не затянуты. О какой-то хорошей передаче тепла атмосфетов на радиатор речи идти не могло. Они работали с явным перегревом. Возможно это и послужило причиной выхода станции из строя. Выпаиваю мосфеты. Здесь установлены ПТП-04Н-04Н. Один из них полностью в коротком замыкании. Второй исправный. Менять их лучше парой, чтобы были из одной партии с максимально близкими характеристиками. И даже в этом случае есть из чего выбрать. Характеристики у них плавают. Подобрал парочку мосфетов с максимально близкими характеристиками. Их и поставлю. На радиатор они устанавливаются через прокладку, которую не следует забывать при сборке. Она изолирует корпуса мосфетов от радиатора. Без нее все тут сгорит нахрен. Пропаиваю и обрезаю выводы, что тоже немаловажно. Иначе они могут замыкать на металлическую панель под платой. В последнюю очередь затягиваю винты прижимной пластины. Перед подключением питания произвожу контрольные замеры. Короткого замыкания теперь нет. Ну и не забываю про кондерчик. Ставлю 2200 микрофарад на 50 вольт. На меньшее напряжение не было. Ну а место позволяет его сюда установить, поэтому почему бы и нет. Еще раз проверяю. Короткого замыкания по входу преобразователя нет. Предохранитель целый. Под платой имеются следы от припоя. Прямо под местом детонации старого конденсатора. Очищая осколки, чтобы в дальнейшем один из них не отвалился и не устроил случайного замыкания платы. Кстати, и это тоже может быть причиной дефекта. Конденсатор взорвался, на плату плеснулся припой и замкнул что-то по цепи мосфета. Думаю, что звучит вполне правдоподобно. При установке платы на всякий случай решил еще установить диэлектрическую пленку. Здесь она не помешает. Плата установлена. Можно проверять. Подключаю питание от лабораторного источника. Включаю тумблеры и слежу за напряжением на розетках. 220 вольт есть. Ток потребления в холостом режиме работы около 500 мА. Нагрузку в виде 60-ваттной лампы накаливания прибор держит. 100 ватт уже нет. Это при работе от лабораторника. USB разъемы работают. Ток держит. Правда, с большим падением напряжения. Но это норма для подобных приборов. Для дальнейшего тестирования собираю аппарат. Сейчас при подключении зарядного устройства загорается красный индикатор и запускается встроенный вентилятор. Тестирование провожу на лампах накаливания суммарной мощностью 160 ватт. Больше лучше и не подключать. Хоть и заявленная мощность прибора 300 ватт. Стоит учитывать, что это китайский ноунейм 300 ватт. Поэтому для долгой и безотказной работы прибора сразу делим это значение на 2. При работе на плате больше всего нагреваются эти диоды. Греются до 60 градусов. Температура не критичная. Можно считать это нормой. Что же электростанция была восстановлена. В ходе тестирования других дефектов я у нее не обнаружил. Поэтому можно считать ремонт завершенным. На этом сегодня я заканчиваю. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. И до скорых встреч.